Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале Экзегет мы читаем книгу «При мудрости Иисуса Сына Сирахова, 35-я глава». «Кто соблюдает закон, тот умножает приношение. Кто держится заповедей, тот приносит жертву спасения». Мы говорили о жертвах в предыдущей главе, которые Господь не принимает. А теперь говорит премудрый наставник о том, какая жертва угодна ему. И так приношением называет он угодным Богу соблюдение закона, то есть исправную нравственную жизнь. Кто держится заповедей, тот приносит жертву спасения. Ни валы, ни овны, никакие драгоценности не могут привлечь Бога к кающемуся, так как стремление к исполнению его заповедей. «Кто воздает благодарность, тот приносит семидал». Драгоценное приношение равно благодарению. Хочешь быть угодным Богу, хочешь его умилостивить, не огорчайся, что ты беден и не можешь принести пожертвования для возрождения храмов, но яви ему гораздо более угодное ему приношение. Это благодарение. Жертва хвалы прославит мя, и там и путь. Им же явлю ему спасение мое. Так говорит Дух Святый через псалмопевца Давида. И здесь подтверждается эта истина. Благодарение равно приношению семидала, а подающий милостыню приносит жертву хвалы. Когда ты будешь добр, снисходителен, жалостлив к тем нуждающимся, которые тебя окружают, которые рядом с тобой, это и будет Богу наилучшее приношение. Благоугождение Господу, отступление от зла и умилостивление Его, уклонение от неправды. Итак, поняв, что есть истинные сокровища пред Господом, не являйся пред лице Господа с пустыми руками, ибо все это по заповеди. Приношение праведного уточняет алтарь и благоухание его пред Всевышним. Нет иного у Бога вожделения, как видеть чад своих, собирающихся к Нему с чистым сердцем, с чистыми руками, с добрыми делами, что и, воистину, для алтаря украшения и пред Богом благоухание. Жертва праведного мужа благоприятна, и память о ней незабвенно будет. С веселым оком прославляй Господа и не умоляй начатков трудов Твоих. При всяком даре имей лицо веселое и в радости посвящай десятину. Таково свойство чистого сердца, искренне стремящегося к исполнению воли Отца Небесного, радость и внутренняя простота, светлое устроение, которое проявляется и в смотрении веселым оком, и в имении лица веселого, и само отделение десятины от всех прибытков своих подаяний и материальных благ ближним или выделяемые Богу, надлежит такому совершать с радостью. Это великое отличие, это благодушие, это светлое и радостное устроение как раз присуще тем, кто искренне и нелицемерно стоит на пути Богоугождения. Давай Всевышнему подаянию Его и с веселым оком по мере приобретения рукою Твоею. Ибо Господь есть воздаятель и воздаст тебе всемиро. Учись принимать за благо всякую жертву, которую ты можешь принести Богу, ибо Он не бывает должником праведника и не остается в долгу перед теми, кто Ему одалживает, исполняя Его волю. Потому с веселым оком и с радостью раздавай по воле Божьей то, что имеешь, чтобы получить тебе бесконечно большее от Господа твоего. Не уменьшай даров, ибо Он не примет их, и не надейся на неправедную жертву. Если будешь по скупости своей жалеть что-либо предназначаемое для жертвы, для Бога угождения или угождения ближнему, то окрадешь самого себя. Ибо Господь есть Судья, и нет у Него лицеприятия. Он не уважит лица пред бедным и молитву обиженного услышит. Он не презрит моления сироты, не вдовы, когда она будет изливать прошение свое. Не слезы ли вдовы льются по щекам, и не вопиет ли она против того, кто вынуждает их? Вновь предупреждает мудрый наставник бояться оказаться причиной чьих-либо скорбей и справедливых укоризн и воздыханий. «Служащий Богу будет принят с благоволением, и молитва его дойдет до облаков. Молитва смиренного проникнет сквозь облака, и он не утешится, доколе она не приблизится к Богу». Здесь автор наставлений богодухновенных характеризует молитву, ее главные свойства, сообщает нам, это смирение. Молитва есть прошение кротких, молитва есть состояние сокрушения сердечного, молитва есть воззвание из глубины души со всей теплотой и искренностью. Только такая молитва проникает сквозь облака, и по определению святителя Иоанна Златоуста окончание такой молитвы — это получение просимого. «И не отступит, доколе Всевышний не призрит, и не рассудит справедливо, и не произнесет решения. И Господь не замедлит и не потерпит, доколе не сокрушит чресл немилосердых». Если не помогает вам обращание внимания на благо Господне, это побуждение к милости и щедрости может поможет вам угроза, к которой прибегает наставник. Не хочешь, чтобы были сокрушены чресла твои, твои детородные способности, для твоей средостения, твоего тела и твоей жизни, то будь милосерд. Он будет воздавать отмщение и народам, а не только отдельным лицам, доколе не истребит сонма притеснителей и не сокрушит скипетров неправедных. И мы это подтверждение этим словам неоднократно видели и в истории России, какими чудесами, какой милостью Божией сокрушались, как кажется, непреодолимые силы противника, тогда как их миссия была уничтожение и разорение, и разрушение, но рукою крепкую, мышцей высокую Господь поборал и давал силы народу нашему, отвергнуть и разрушить всякого супостата и врага, приходящих с неправдой и с разрушением на нашу землю. Доколе не воздаст человеку по делам его, из-за дела людей, по намерениям их, доколе не совершит суда над народом своим и не обрадует их своей милостью. Как народы злонамеренные будут сокрушены, так, напротив, народ Божий непременно дождется милости Господних и радости от Него. Благовременно милость во время скорби, как дождевые облака во время засухи. Значит, и попущение скорбей, как в жизни народов, так и в жизни отдельных людей, вовсе не случайность и не какая-то досадная несправедливость, но то Богом устроенное предшествующее состояние, после которого мы будем способны ценить то, что приуготовил нам Господь в будущем. Благовременно милость во время скорби. И знает Господь, когда, в какую пору скорби нашей явить и полноту милости своей, как дождевые облака являются при засухе долгожданными и сообщающими всему жизнь, уберегающему от смерти и засыхания, так и милость Божия явится тому, кто пребудет в верности Ему и в терпении вплоть до той милости, которая не замедлит явиться в Богом установленный срок.